Ох, не уйдем мы далеко от действительно проблем финансовых и поговорим сейчас мы с руководителем стейт-гуру Латвии Александром Межапуке. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день. Александр Шунин вместе с вами. Ну и может быть несколько слов о том, чем занимается стейт-гуру, которую вы представляете. Стейт-гуру это компания коллективного финансирования проектов под развитие или под залог недвижимого имущества. То есть компания по сути занимается не очень современным видом финансирования, это по-английски краудфандинг, по-русски я думаю это можно назвать коллективным финансированием. Это способ инвестиций или привлечения капитала, который позволяет, например, под проект привлечь средства не от одного финансирующего лица, а собрать у так называемой толпы. Это могут быть 100 человек, 1000 человек, 5000 человек. А в чем преимущество? Ну да, просто обычно краудфандинговые платформы, туда закидываешь какую-то идею, собираешь деньги под свой проект, ну обещаешь там, не знаю, условно, какой-то значок, наклейку, ну какую-то часть продукта и все. Это не имеет отношения к недвижимости и залогу. У вас, мы так понимаем, несколько иначе. Смотрите, есть достаточно много разных видов краудфандинга и их можно разделить на несколько категорий. То есть часть краудфандинга – это так называемый социальный краудфандинг. Это могут собираться средства на пожертвования, на, не знаю, выпуск нового музыкального альбома, на помощь артистам, на политические компании точно так же. Есть вид краудфандинга, о котором вы говорите, это зачастую финансирование каких-то стартапов. То есть это деньги представляются как акционерный капитал, за который что-то обещается. Это очень рискованный продукт и, скажем так, вероятность получения назад как инвестиций, так и какой-то прибыли, она достаточно рискованна. То, чем мы занимаемся, это чуть другой вид краудфандинга. На нашей платформе, например, приходит заемщик, хочет построить дом в Марупа. То есть у него есть 30% своих средств, у него есть земля, которую он готов заложить, и 70%, например, от строительных расходов привлекается через краудфандинг. То есть в данном случае как раз-таки краудфандинговые средства, собранные на платформе State Guru, предоставляются под конкретный залог именно недвижимости. А в чем тогда профит, вот выгода тех людей, которые участвуют в этом сборе средств? Они фактически предоставляют займ, они фактически предоставляют 50, 100, 1000 евро, все по-разному, на конкретный проект, где описаны, какой будет залог, какая процентная ставка, как часто она будет платиться, раз в месяц, раз в квартал, сколько средств, например, от стоимости залога будет предоставляться. Это никогда не бывает 100%. То есть если человек закладывает участок стоимостью 100,000 евро, то мы ему позволяем на платформе собрать, например, только 50,000 евро, соответственно, повышая безопасность данных инвестиций. И как эти инвестиции, эти вложения инвесторы получают обратно? Два способа, точнее два вида. Либо их выплачивает обратно заемщик, то есть либо он продал недвижимость, либо закончился срок займа, и он, например, рефинансировал это в банке, уже готовый построенный проект, либо это были доходы из другого бизнеса, он просто выплатил займ. Второй вид на нашей платформе есть так называемый вторичный рынок, где каждый инвестор может свои вложенные 50-100 евро выставить на платформу, и их может купить другой инвестор, который получит уже в конце проекта. А каковы риски для инвесторов в этом бизнесе? Без рисковых инвестиций не бывает, тут абсолютно правы. И в любом бизнесе, и также в развитии недвижимости есть риски. То есть проект может быть не закончен, то есть может измениться рынок. В таком случае начинается взыск залога, который продается с аукциона, и инвесторам возвращаются средства. На данный момент у нас, по-моему, из всех средств, которые были выданы на нашей платформе, это более 500 миллионов евро, потерянная основная сумма – это десятые проценты. То есть это очень маленькая сумма. Но, конечно, да, риск, риск он всегда присутствует. То есть вы выдаёте средства под достаточно высокую ставку, это исторически около 11 процентов. Соответственно, вы должны понимать, что есть риски. То есть это вы не вкладываете деньги на депозит, где риски значительно меньше, но и ставка по депозиту будет зачастую в 10 раз меньше. Ну, где риск, там должно быть, конечно, строгое регулирование, как контролируется подобная платформа, кем, кто обеспечивает всю эту законность. Не знаю, опять же, оценка участников как происходит. Краудфандинг – это очень молодой вид финансирования. Другие отрасли финансирования развивались столетиями, соответственно, развивалось регулирование. В краудфандинге о регулировании задумались пять лет назад на европейском уровне. Мы начали разрабатывать общую европейскую регулу, как должен работать краудфандинг, как должен он регулироваться, кто за ним должен смотреть. И этот закон был принят в прошлом году. В этом году уже, так же и в Латвии, большинство платформ уже начали подавать заявки на получение лицензии. И до конца этого года, я думаю, большинство платформ, работающих на рынке, будут лицензированы. Если мы говорим об эстейт-гуру, мы, можно сказать, сновоположники многих процедур того, как должен работать именно краудфандинг в сфере недвижимости. И наши коллеги участвуют в большой именно работе по разработке нормативных актов с этим связанным. То есть сейчас у нас есть лицензия от Литовского банка. Литовцы по лицензированию были впереди всех, они правовые акты приняли еще до Европейского союза и придумали всю систему контроля. То есть у нас есть литовская лицензия также. Ну а как технически это происходит? Вот у человека есть какие-то свободные денежные средства, он не впрочь их вложить, инвестировать. Каким образом ему это сделать? Человек заходит на наш сайт, это estateguru.co, ему надо зарегистрироваться, пройти верификацию, соответственно, со всеми документами, зарегистрироваться на платформе, и тогда он получает возможность на платформу перевести ту сумму средств, которую он готов вложить. Далее, опять же, есть два вида. То есть на платформу ежедневно выходят новые проекты, под которые собираются средства. Соответственно, он либо может вручную выбирать проекты, он может зайти в каждый проект, посмотреть, не знаю, офисное здание в Таллине или строительство многоквартирного дома в Марупе. Он может посмотреть оценку недвижимого имущества, какой вообще план, то есть что хотят с ним сделать, все условия, как будут возвращаться средства, и тогда уже принять свое взвешенное решение, в какой из проектов вложить. Второй вариант. У нас работает система, называется «Автоинвест», где все то же самое, только вы можете настроить, чтобы это происходило автоматически. Вы выставляете фильтры, например, в каких странах, может быть, вы хотите только в Латвию инвестировать, или только в Германии, то есть до каких сумм, в какие виды проектов. Вы настраиваете очень много фильтров и говорите, что вот, например, столько-то, какую-то сумму от своих вложений, платформа инвестирует автоматически. Можно ли, да, во-первых, вопрос, у всех ли проектов одинаковый процент? То есть есть ли так, что где-то по одному более выгодные, по другому менее? У всех проектов разная процентная ставка, и это связано с оценкой рисков данного проекта. То есть если заемщик, например, закладывает квартиру 50 квадратных метров в центре Риги, ставка будет достаточно низкая. Это может быть ставка 7-8%. И это связано с тем, что в случае невозврата займа, это залог, который очень быстро, очень легко продается через всю судебно-правовую систему, и поэтому риски меньше. Если это, например, просто земельный участок закладывается, на котором только разработан проект, ставка зачастую будет больше 10%, потому что земельные участки исторически продаются дольше. Сумма, за которую они продаются, она может варьировать. То есть если квартир продается десятки тысяч в год, то, соответственно, и проще оценить. Участков продается значительно меньше. А есть ли какая-то разница, например, у офисного и жилого жилья? То есть какие проекты более выгодные? Сложно сказать, что именно более выгодные. Вы сказали, что земельные участки дольше продаются. Что касается уже построенного, есть ли какие-то тенденции, не знаю, может быть, моды, если хотите, или окружающая действительность оказывает некое влияние, какие проекты выходят на первый план? Скажем, некоторое время назад, когда начался ковид, мы с коллегой общались с представителями именно сферы недвижимости, и они сказали, что раскуплены все небольшие, ну, рядные, скажем, дома, небольшие тоже постройки с участками вокруг Риги. Ну, то есть была вот такая вот тенденция, мода. Все выезжали из города, чтобы можно было где-то проветриться. Вот. Вопрос в этом. Что сейчас является более ходовым, более выгодным? Смотрите, если мы говорим о том, как быстро можно продать, то есть, понятно, чем меньше объект, чем он дешевле, тем больше круг людей, имеющих возможность его купить, соответственно, его проще продать. Чем это больше объект, если мы говорим об офисном здании, то стоимость этого объекта, это миллионы евро, соответственно, круг покупателей меньше. Но, как мы видим по всей статистике, за предыдущие года, именно рынок инвестиционных объектов в Латвии, он очень активно растет. И если мы сейчас посмотрим, то в Латвии последние пять лет практически не строилось офисных зданий. Это началось год-два назад. То есть, точно так же на коммерческие объекты есть и высокий спрос, потому что объективно, если мы сравним рынок офисов Риги, Вильнюса, Таллина, у нас на душу населения намного меньше современных офисных площадей. — Можно ли, например, вкладывать деньги периодически? То есть, получается, что я захожу в этом месяце, вложил какую-то сумму через месяц, еще, 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 еще. — Я бы сказал «нужно». То есть, и нужно, и не обязательно это эстет-гуру. То есть, если мы говорим об инвестировании как таковом, то мое мнение такое, что с 18 лет, и чем раньше вы начнете ежемесячно, даже если это будет по 50 евро инвестировать в разные продукты, то по прошествии лет у вас уже будет капитал, который будет работать на вас. Поэтому у нас, именно на нашей платформе, мы очень четко видим тенденцию, где люди действительно, они вкладывают ежемесячно. Это не единоразовая инвестиция, это действительно человек может 100 евро, может 200. Есть люди, которые десятки тысяч ежемесячно вкладывают. — Есть какой-то порог входа? — 50 евро. То есть, у нас минимальный порог в один проект, вы можете вложить 50 евро. То есть, вся суть краудфандинга и почему он настолько популярен, чтобы дать доступ намного большему кругу людей к инвестициям, потому что инвестиции — это не должен быть удел, не знаю, миллионеров или банкиров. — Ну, предположим, у кого-то есть лишний полтинник вложить, стать инвестором, вступить в клуб миллионеров через какое-то время. Такие благородные мечты. Как, в принципе, это происходит? Я перечисляю деньги, перевожу на счет, ну, скажем, пускай это будет ваша платформа. У меня есть какой-то отдельный кабинет. Я слежу, как меняется вот эта вложенная сумма в реальном времени или по прошествии какого-то времени. Я могу посмотреть, мои 50 стали там 51 евро или 49? — У вас действительно есть, по сути, свой кабинет, как и в интернет-банке. То есть вы видите все движение средств. То есть вы вложили в конкретный проект, вы видите, когда максимальный срок, когда должен заемщик вернуть средства, какой прогнозируется ваш доход, сколько вы получили уже до этого. Да, это все очень наглядно, очень просто. И как раз-таки система для того и построена, что даже если это у вас 100 инвестиций, это все равно все очень наглядно и очень просто. — То есть параллельно можно вкладываться, ну, на вашем сайте выбираешь проекты, которые тебе кажутся привлекательными, либо по картинке, либо по цифрам, кто как предпочитает, и перечисляешь. — Лучше по цифрам, чем по картинке. — Вне всяких сомнений. Есть ли какая-то разница, можно ли оценить, кто более активен платформы, если не ошибаюсь, действуют не только на рынке Латвии, но как минимум Балтия, эстонцы, литовцы, латвийцы. Как можно нас сравнить? — Это очень хороший вопрос, и очень, по-моему, должна быть больная тема в нашей стране. Мы все время следим за тенденциями на платформе, и здесь очень просто. эстонцы на протяжении последних многих лет, они впереди всех. То есть эстонцы на платформе из трех прибалтийских стран вкладывают в сумме больше, чем Литва и Латвия вместе взятые. Дальше идет Литва, литовцы вкладывают в три раза больше, чем латыши. Действительно, это огромнейшая разница. И это мы смотрим как и по общему объему вложений, так и если мы посмотрим на каждого отдельно взятого человека. То есть, например, эстонцы опять же на первом месте, литовцы на одного человека, если берем, где-то на 30% меньше, чем эстонцы, Латвия, 50% на одного взятого отдельного человека, чем Эстония. — Вы проводили анализ, чем это связано? Это исторические какие-то, не знаю, страхи потерять деньги и лучше вот в кубушечке свое, в кармане где-то там в диване спрятанное, нет культуры, какие-то другие причины, которые нас так разительно отличают даже от соседей. — Именно эти причины, которые вы назвали. То есть, действительно, в Латвии очень... — Прошу прощения, Олег, к твоей реплике предыдущего гостя, кто тут финансовый аналитик? Кто тут финансовый аналитик? Вот только что и прозвучало? А я молодец. Извините, такая... — Радет роль. — Пауза самолюбования. — Знаете, как очень понравилась история, недавно обсуждал с эстонцами, у нас компания быстро растет, и мы так с руководством иногда обсуждаем некоторые интервью, набираем новых сотрудников, и мы недавно наняли очень молодого сотрудника, 18 лет, эстонца, и у него вопрос на интервью, скажи, а у тебя есть инвестиционный портфель. Он, говорят, большими глазами смотрит на коллег и говорит, почему вы спрашиваете, как может не быть у меня в 18 лет инвестиционного портфеля? Я там с обедов по чуть-чуть уже давно коплю и вкладываю. 18 лет. В Латвии люди об инвестициях задумываются намного позже. У нас очень слаба именно культура и, я бы сказал, элементарная житейская финансовая грамотность людей. То есть в Латвии человек он вначале пойдет купит телевизор или новую машину, а только потом задумается об инвестициях. А зачастую он еще это купит взяв достаточно дорогой кредит по высокие проценты. надо и хотелось бы, чтобы люди делали наоборот. То есть если вы элементарно посчитаете, если человек в 18 лет начнет откладывать по 50 евро в месяц, а на сегодня 50 евро в месяц, я думаю, для студента по нынешним ценам это одна вечеринка, которую можно пропустить, то к 30 годам, даже если эти деньги будут вложены под 5 процентов годовых будут приносить, то к 30 годам у него уже 10 тысяч евро, из которых практически 3 тысячи евро он не вкладывал, это уже деньги сами заработали. Если мы всю эту формулу растянем до пенсии, и понятно, что вы увеличивая свое благосостояние и заработок будете от 50 евро в месяц уходить к 100, к 200, то к 50 годам у вас уже действительно серьезный капитал, который работает на вас, и это подход эстонцев, это подход тот самый пассивный доход, в принципе. Именно так, именно так, то есть лучше вначале вложить, чем потратить, чем купить телевизор, не знаю, больше на 10 дюймов, без которого вы можете сегодня обойтись, а через 10 лет этот капитал уже сам вам будет покупать этот телевизор. Чем отличается Estate Guru от других подобных проектов, и вот насколько вы являетесь лидерами в своей категории? Сложно сказать, являемся мы лидерами, сложное определение, но в нашей конкретной нише это финансирование под залог недвижимости, как минимум в Прибалтике мы являемся крупнейшими по объемам. И на самом деле для нас это не так важно, это вторичный показатель. То есть это выходит из того, что наши ценности компании это абсолютно прозрачность и честность. То есть зайдя на наш сайт, вы можете посмотреть абсолютно всю статистику, вы можете скачать историю всех займов с начала открытия компании. То есть это все показано, это все видно, и да, это приводит к тому, что наши клиенты нам доверяют, они понимают принципы работы, они ценят эту прозрачность и таким образом на сегодняшний день я думаю в краудфандинге недвижимое имущество мы в Прибалтике крупнейшее. Если кто-то, мы верим в то, что не если обязательно послушав наш эфир, многие задумаются стоит ли покупать новый айфон или вложить полтинник или 100 евро в свое будущее, какую рекомендацию вы можете дать, что может быть выгоднее, какая ставка лучше сработает вложить кому-то в жилье или в офисное здание, может быть какие-то производственные помещения, то есть то, что будет работать под аренду и приносить прибыль. Да, и в какой стране? Да, это очень сложный вопрос, мы как сотрудники инвестиционных компаний не имеем права просто давать рекомендации, поэтому тут вопрос, если мы... аккуратненько обойдем, намекните. Если мы смотрим между айфоном и инвестицией, ответ очевиден, инвестиция, если мы смотрим на тенденции рынка недвижимого имущества, то сейчас очень сильно рынок меняется, и вначале рынок начал меняться с наступлением ковида, а сейчас мы видим, что значительно вырастает стоимость всех строительных материалов, стоимость строительства сильно растет, и однозначно будет инфляция во всех сферах, связанных с недвижимостью, и стоимость объектов будет расти, и сложно сказать, это будут расти больше офисы или квартиры, это уже предпочтение каждого отдельного человека, но каких-то предпосылок к тому, что через год дом частный можно будет построить в два раза дешевле, я не вижу. Металл растет, утеплительные материалы растут, то есть все материалы растут. Хорошо, тогда я немного переформулирую вопрос. Взять латвийский рынок, мы начали наш эфир с того, что ощущается дефицит офисных зданий, особенно категории, а такого же дефицита на рынке жилья нет? Есть. Есть. Мы видим очень большой дефицит жилья. Какого? Частные дома, квартиры, рядные дома, земельные участки под застройку. Но это вы сейчас перечисляете вообще все рубрики на ССЛВ? Все рубрики на ССЛВ, на все рубрики, если вы посмотрите, выбор крайне мал. И очереди, действительно, есть очереди у крупных известных застройщиков, они уже начинают резервации, даже не начав копать на площадке. Если мы посмотрим, пять лет назад такого не было. Соответственно, было большое предложение, человек мог прийти в построенный дом, выбрать квартиру, которая ему нравится. Соответственно, было достаточно большой объем предложения на рынке. Сегодня большинство людей покупают резервацию на начале стройки. И это очень четко говорит о том, что предложение ограничено. Есть какой-то ценовой сегмент, потому что с другой стороны, достаточно пройти по Юрмале, посмотреть пустые окна новостроек, и приходит мысль, ну, либо жильцы не приехали из России, либо эти квартиры не распроданы. Юрмала это очень частный нишевый рынок, который живет своей отдельной жизнью. Вы правы, что очень много квартир в Юрмале покупают с нерезидентами, покупались, и, соответственно, да, окна будут пустые, но если мы смотрим на рынок Риги, где основной спрос, посмотрите, как разделен весь сегмент жилья в Риге. Большинство домов это дома советской постройки. Если посмотреть статистику, то, грубо говоря, с 50-го года по независимость в Латвии построено было, если я не ошибаюсь, около 14 тысяч многоквартирных жилых домов. За последние 30 лет было построено 2,5-2 тысячи домов. Соответственно, у тех домов, которые были построены в советское время, заканчивается срок службы, это совершенно нормально, то есть все вещи устаревают, и это сотни тысяч людей, которым надо будет менять жилье. То есть это огромные перспективы, но и проблема, перспективы. и проблема, и перспектива. Прямо рубрика такая, проблемы и перспективы. Время неумолимо у нас заканчивается. Очень быстро последний вопрос, последний ответ, касаемо тенденции опять же на рынке жилья. По каким-то по анализу, по статистике вы заметили, идет ли речь об уплотнении или наоборот такая центробежная сила по-прежнему? Я имею ввиду кризис, все дорожает, в том числе коммунальные платежи, люди стали селиться вместе или по-прежнему предпочитают отдельное существование? Люди предпочитают новые энергоэффективные дома. Если пять лет назад на энергоэффективность нового здания никто не обращал внимания, то сегодняшний покупатель уже смотрит. Это А-класс, Б-класс, то есть люди действительно считают, сколько в месяц будет стоить отопление. И мы проводили расчеты, то есть мы можем взять квартиру в панельном доме, 50 квадратных метров и такую же квартиру в новом доме. В новом доме в сумме коммунальный и кредитный платеж будет столько же, как и в старом. Спасибо за быстрый и краткий ответ. С нами был Александр Межапути, руководитель платформы для инвестиций Estate Guru Латвии. Огромное спасибо. Спасибо.